Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Мы продолжаем играть NF-марш в 22 ферму, и у нас наступила весна. Зимой, в общем-то, ничего интересного не было. Немножко поддерживал я наше производство, чтобы они работали, какие возможно. Никакой работы на полях, ничего, в общем, интересного не было. В марте особо тоже ничего интересного не происходит. Правда, работа уже кипит. Есть, друзья, контракт на 78 поле на посев. И какого-то лешего опять здесь засевается хлопок. Я не знаю зачем, а тот контракт, который был в прошлой серии, на выполнение его требовалось 20 часов. Я, в общем-то, отменил это дело, я его не выполнил. У меня хоть и много времени на всякого рода вот такое вот бесполезное времяпрепровождение, но я упор это не настолько. И, скорее всего, выполнять его опять на уборку мы не будем. Но здесь опять хлопок, посев идет, тут тоже еще часа 3-4 ему работать. Также, друзья, много контрактов было на удобрение. Уже большую часть из них я сделал. Потихонечку вот тут остальное все выполняется. А также было два контракта на прополку. Один уже тоже сделан. И вот 54 поле 45%. Потом еще его удобрить надо будет, но это уже поток. Также, друзья, если верить календарю, у нас сейчас период посадки подсолнухов. Поэтому сегодня, в марте, после того, как закончится посев 78 поля, надо будет еще засеять наши поля. 34, 35 и 39 подсолнечником, который у нас пойдет на производство топлива. Плюс, друзья, как видите на продакшен инфоходе, нужно обслужить производство. Давайте, в общем-то, по всем, наверное, пробежимся по-быстрому. Биогаз. Силос почти заканчивается. Электрозаряда очень до хрена. Мы его, разумеется, весь продаем. Деньги лишними не будут продаться. Закинем еще. Силоса нужно закинуть из силосной башни сюда. Сейчас посмотрим, сколько у нас его есть. Далее, друзья, лесопилка. Тоже почти вся забита. Нужно вывести весь товар на склад. И его уже скопилось довольно-таки много. Возможно, надо будет что-нибудь продать. Линию щипы, друзья, я опять запустил. Очень быстро закончилась щипа, которая у нас была почти вся забита. Стало все в ноль. Из-за этого даже небольшие просадки по ДВП, ДСП случились. В общем-то, эту линию я выключать не буду. Если будут прямо излишки щипы, будем вывозить на склад. Она нам тоже понадобится. Далее, наши лесорубы. Топливо у них тоже немножко заканчивается. Надо, наверное, по одному прицепчику завести всем. Дерево, соответственно, можно вывести. Будет на нашу лесопилку. В мастерской у нас тоже все, в принципе, хорошо. Копец этих обслуживаний. 39 кубов его есть. Плюс 80 загружено в спринтер. Дизельное топливо пока тоже есть. На НПЗ. Линию канола я освободил. Она закончилась. Подсолнухов еще 175 кубов есть. В общем-то, вырабатываем их полностью до конца. И производство тоже у нас сворачивается до следующей уборки урожая. Корма для свиней есть 75 кубов. Но и со 175 кубов еще 75 кубов будут с этого подсолнечника, нашим свинкам. А на наших навесах заканчивается техобслуживание. Надо отвезти. Сегодня будет. И на силосной башне я завез всю оставшуюся траву туда, которая у нас лежала на складе. Но в апреле будет очередной покос. Так что травы мы еще наберем. Пока что есть. Башня работает в две линии. Все хорошо. Ай, ну и свинки наши. Появилось еще у нас новорожденных. Куча. 633 я думаю, что мы их продадим. Получается вот эти вот 65 штук, которых у нас есть, они 18-месячные. По-моему, когда они будут 24-месячные, двугодичные, они будут самыми дорогими. Тогда мы их и продадим. У нас уже размножаются и вот эти вот 245, которые 8-месячные. Они тоже, получается, в апреле у нас будет большой приплод. Тоже что-нибудь продадим. Я думаю, пока что мелочи тут держать смысла вообще никакого нет. Только жрут наш драгоценный корм. А потом будем смотреть. Ну и, друзья, какое решение я принял по поводу нашего развития на этот год. За этот год нам нужно будет построить производство удобрений, производство семян. Наверное, производство гербицидов. Это прям план минимум. Еще в идеале поставить столярку. Это просто вот планы. Плюс ко всему прочему. Для производства семян нам потребуются зерновые всякие культуры. Я думаю, тогда, когда мы соберем канулу вот с этих двух маленьких полей, не очень больших, мы их пустим на зерно для производства семян. Сейчас у нас небольшой запасик есть, но будем выращивать, не знаю, какую-нибудь пшеницу условную или полбу. С этим еще разберемся. И для канулы купить какое-нибудь поле побольше. Я вот нацелен, на самом деле, на 50-е на сегодняшний день. Она, правда, стоит 1,8 млн, но это вот так, если говорить просто о планах. Плюс, кстати говоря, я, друзья, включил обратно камни. Появление камней. Да, механика может быть довольно унылая. И вроде как она ни на что не влияет, но пускай эти камни появляются, мы купим камнесборщик и будем эти камни собирать. Впоследствии из этих камней будем делать известь. Пока что будем их просто копить. Не знаю, насколько хорошая эта идея. В общем-то, мы об этом потом посмотрим, а потом узнаем. О планах вроде как поговорили. Давайте тогда запускайте технику в работу. И работяги на полях у нас работают. Надо еще много чего развести. Начнем, друзья, ну с этого ангара. Значит, вот этому товарищу задача простая. Развести топливо нашим лесорубам. Пока топливо еще, слава богу, есть. Начинаешь с лесоруб топлива 1. Меняешь точки доставки. 3 рейса делаешь. И наши лесорубы будут счастливы. После этого возвращаешься на парковку. А с этим разобрались довольно быстро, да? Далее свинарник. 1 прицеп корма. Им нужно отвезти. Это сделаешь ты. Едешь на НПЗ. Загружаешь там корм. Везешь его на свинарник. Еда, вода. Везешь корм для свиней. 1 раз. Погнал. Далее по списку. У нас еще биогаз север силос. Мы отправим другого товарища туда. С лесорубами мы разобрались. Электрозаряд продастся. С кормом разобрались. И к обслуживанию в последнюю очередь. Хотя нет. Давайте мы, наверное, тех обслужим. Так. Вольву отправляем к лесорубам. Точнее, даже, чтобы она пока не мешала. На лесопилку выгрузка отправим. Чтобы он топливному не мешал. Мы сейчас развезем техобслуживание. Для этого у нас есть спринтер. Нам нужно съездить на три точки. Он у нас полностью загруженный. Как мне сказали, когда мы покупали вот этого спринтера в машинках, тут есть такая штука. Выпустить. Нормал и фаст. Это, короче, скорость загрузки этого самого техобслуживания. Логично же. Выпустить написано. Короче, мы оставили нормал. Загружается он не очень быстро. Но да ладно. У нас вот этот гараж свободен. Поэтому мы сейчас прямо здесь выгрузим это самое техобслуживание. Выгружаем. Да, видите, оно выгружается не очень быстро. Надо его 10 кубов. Тут, кстати, в спринтере появляются прикольненькие... Не знаю, можно ли открыть. А вот на XOpenDoors. Как в маршрутке открывается боковая дверь. Загружаются вот такие вот прикольненькие ящички с инструментами. Ну и, в общем-то, их и используют для техобслуживания. Кстати, вот благодаря вот этому таймеру я увидел, что ночью техобслуживание на этих работающих только в солнечный свет ангарах техобслуживания не тратится. Все, здесь мы забились. Давайте еще один гараж. Здесь у нас не подъехать. Поэтому надо будет выгонять трактор. Что мы, в общем-то, и делаем. Давай, дружище Фэнд. Тебе надо уступить место нашему спринтеру. Вольва прибыла на лесопилку. Какая она молодец. Загоняем спринтера. Черт, какой-то Юрки. С задним ходом он вообще летает. Здесь тоже выгружаемся. И еще один навес у нас стоит около БГА. Сейчас мы съездим туда. Там тоже это все дело выгрузим. На самом деле, хватает надолго. Я думаю, что эти точки мы будем вручную пополнять. А на остальные потом, когда-нибудь, сделаем автодрайв. У меня даже уже есть интересный план, как это реализовать. Сделаем отдельную папку. И через смену точек выгрузки сделаем красоту. Так, здесь мы тоже выгрузились. Давайте вот этого товарища мы отправим домой. Да прямо вот отсюда. Нет, прямо отсюда он не уедет. Давайте прямо вот отсюда. Я на зиму помыл всю технику. Сейчас все чистые стоят. Такие аж противно смотреть. А мы, друзья, садимся в спринтер. Черт. И летим на наш БГА. Вот он наш гараж. Здесь как раз свободное место, кстати. Поэтому загоняем сюда спринтера. И тоже выгружаем это самое техобслуживание. И наш вот этот навес большой с солнечными панелями исчезает из инфохода. Здесь проблема вся решена. Кстати, раз уж мы приехали сюда. Давайте отправим вот этого вот товарища. Здесь рядом покататься. 9 раз отвезти из башни Силос. Как раз у него этот маршрут стоял. Он это быстро сделает. Отвезти Силос на БГА. И тоже заполнить наш биогаз. У нас, кстати, исчез один лесоруб из списка. Значит, топливо ему тоже привезли. Здесь у нас тоже все выгрузилось. Прекрасно. А значит, мы отправляем его просто домой. На парковку ТО. Он должен будет доехать и встать обратно. Потом я как-нибудь загружу в него еще это самое техобслуживание. А мы, друзья, тогда к нашей Вольве переходим. А именно, пойдем к лесорубам. Выгрузим все дерево, то, что у них есть. Тут по 7 поддонов. Блин, по 6 на самом деле. Один не полный. Но ладно уже. Выгрузим тогда у всех по 7. Итого 21 поддон. Будет нормально. Выгружаем. И погнали их тогда подберем. Забираем все 7. Автопогрузка это все-таки чудесное вообще изобретение. Черт, а что ты перевернулся, дядя? Как это случилось? Никогда такого не было. И вот опять. Я тебя такого не ожидал, друг. Дерево, оно же типа легкое считается здесь. Ну, нормально его так кульнуло. 204 куба дерева мы везем. Энхэнст вихикл показывает, что 15,7 тонн всего. Суммарный вес. Точнее, масса. Давайте, наверное, ремни просто отстегнем. И отсюда оно должно будет повылетать. Да, оно не разгружается с прицепа. А че так? Черт, и оно налево разгрузилось. Ну ладно, сейчас перетащим. Так, друг, давай знаешь, по какому маршруту ты будешь ездить? Ты поедешь на лесопилка загрузка поддоны. Выгружаться будешь на склад выгрузка поддонов. И возить будешь поддоны, как ни странно. С разгрузкой вправо. Вот, давай и едь туда. Приедешь, мы тебя загрузим. А мы пока вот эти вот поддончики перетащим на триггер. А их тут, блин, 20 штук. Че было не выгрузиться направо, просто сразу. Зачем я вот этим занимаюсь, непонятно. Но я люблю заниматься ерундой, знаете ли. Не для кого, что не секрет. Да, с каждым разом у нас все больше и больше получается забивать лесопилку. И рано или поздно мы дойдем до того момента, когда эти бревна можно будет тоже на склад отвозить. И потом контейнером будем просто... Так, контракт на поле 71 завершен. Сейчас мы этого... Нет, погнали мы, наверное, даже сразу этого товарища вырубим. И отправим на следующее 69-е поле работать его туда. Поле 68-е, простите. Его тоже надо удобрить. 68-е, друг. Давай, шуруй. А мы еще забираем 28 тысяч наших денег. И все, тут останется совсем немного. А мы возвращаемся на нашу лесопилку. Тут как раз и Вольво сюда приехала. Давайте ее сначала тогда выгрузим. Загрузим, точнее. У нас тут опять-таки всего-всего скопилось. Отвезем это все дело на склад. Сейчас у нас становится. Включит автозагрузку сам. Итак, с ДВП. 40... Давайте 46 поддонов мы ему выгружаем. Они туда все загружаются сами. Отсюда, кстати, пропадают, что прекрасно. А что ты так рано уехал? Не дождался даже пока вот эти залетят. Ну ладно, он приедет, включит автопогрузку и их сам их заберет. А мы погнали дерево тогда дальше. Выгрузим до конца. Да, нам сегодня придется здесь с поддонами повозиться. Немножко их потаскать. Но ничего страшного. Это знаете ли, игра про поддоны. Прибыл на парковку зерновоз. Какой молодец. Это он корм отвез. И, в общем-то, корм у нас тоже исчез. Через минуту, кстати, продастся наше электричество. У нас сейчас 494 тысячи денег. За электричество много получим. Там оно битком забито было. Все, поддонов здесь больше нет. Лесопилка, планки почти нет места. Сейчас вывезем, не проблема. Слушайте, нормально, дерево уже 300... Сколько мы загрузили? 378 кубов, прекрасно. Этого хватит даже на 2 дня. А мы погнали на нашу базу, там разгружаться надо. А вот и 10 часов стукнуло, и на балансе стало 798 тысяч. 300 тысяч мы получили за наше электричество, насколько я понял. Да, 304, вот она, графа продана. По контрактам за сегодня мы уже 270 тысяч получили. Правда, потратили 70 тысяч на всякие удобрения и семена. Плюс цена производства, плюс обслуживание техники уже 33 тысячи. Многовато. А, друзья, и компостер я еще хотел поставить и начать именно с него. Это уже в апреле будем делать. Стройки начинать. ДВП и ДСП, друзья, у нас идут на продажу. Самую хорошую цену обещают в июле. В общем-то, в июле посмотрим тогда, какая будет цена. Вроде как она должна быть больше, чем 550, тогда и продадим. Я думаю, к июлю мы как раз контейнер-то и купим. Я думаю, план неплохой. Так, вот эта штука, кстати, у нас приехала, припарковалась. Давайте мы поставим сюда загружаться техобслуживание, чтобы оно было в машине на всякий случай. А вот и Вольва наша приехала. Сейчас мы здесь поддончики все поперетаскиваем. Да, не очень удобно, приходится таскать, но что поделать. Гораздо удобнее потом все это будет продавать именно со склада контейнерами, поверьте на слово. Кстати, еще один лесоруб у нас еще со списка топлива получил. Остался третий только. Так, поддончики падают. Сейчас мы их здесь поперетаскиваем и все будет у нас окай. Ну, такая вот система. Блин, триггер бы увеличить. Был бы я не настолько тупым, насколько я есть, я бы увеличил триггер сам. Но я, знаете ли, не шарю в этом вообще ни разу. Сделать гигантский триггер просто и все. Это у меня на приемке. Классно было бы. Вообще, кстати, у нас же он на самом деле большой. Можно и сюда это все дело ставить. Он вплоть до самой стены, насколько я понимаю. Так, а вот этот не упадет, потому что он перевернут. Его надо перевернуть самому. Вот так вот. Все, вроде как все должно попадать. Мы возвращаемся на лесопилку и как раз наша Вольва сюда и приехала. Интересно, он уже включил? Да, он уже включил автопогрузку на подъезде к триггеру. Поэтому можно его потихонечку загружать. Дальше у нас идет... Кстати, ДВП еще один поддон появился. Дальше загружаем ДСП. И он опять сейчас уедет, оставив два поддона, да? Мне, кстати, сейчас не оставил. И 230 кубов загрузил. Как это работает, я не знаю. Но ладно, пускай едет разгружаться. Слушайте, я же здесь хотел еще сделать заезд для нас, любимых. Вот здесь вот подредактировать планировку ландшафта. У нас здесь все в асфальт закрашено. Какой-то это неправильный асфальт. Или у нас тут гравий? У нас тут гравий, да. Давайте здесь тоже все закрасим вот так вот гравием, чтобы это был как бы заезд. А то я всегда мимо него промахиваюсь. Если я вдруг сам сюда еду... Вот. Так будет намного лучше. Цветочки тоже удаляем. Теперь здесь можно заезжать, как будто так и задумано. А здесь уже даже успели сорняки опрыскать. А я этого не делал, это не я. Без меня опрыскали, а я бы сам опрыскал вам. Я же тоже могу. Вот и добралась наша Вольво. Возможно, конечно, удобнее было бы взять какой-нибудь транспорт, который вмещает в себя 5 поддонов. Точнее, ряд из 5 поддонов. Сделать ему точку, чтобы он прямо на триггер всегда выгружал. И вообще не париться с этим тасканием. Но ему больше раз ездить придется. Давайте сразу их начинать вот сюда тоже стаскивать. Вот здесь вот так вот их ставить. Один, правда, зараза перевернулся. Но ща мы его поправим. Во. Вот так вот. Эти тоже к триггеру сдвигаем. И вот это вот мы к триггеру сдвигаем. И вот это мы к триггеру сдвигаем. Модитель на фасттрек прибыл к парковке фуражник. Он, кстати, тоже силы довозил. Точнее, он 9 поездок сделал всего. Надо отправить его еще, наверное, покататься. Да? Триста четыре куба осталось. Это еще шесть поездок по 50 кубов. Он довольно быстро с этим справляется. Ща мы только поддоны догрузим и отправим его еще раз. Черт, не падайте. Ну что, все улетит? Нет. Вот эти не улетят. Давайте их тогда сюда. Вот этот мы тоже переворачиваем. Вот это вот мы тоже переворачиваем. Так вот ставим все. И вроде как все должно улететь, да? Вот этот не хочет. Все, улетайте. Так, а ты что при... А, ты все, топливо тоже разгрузил. Топливо у нас тоже исчезло из списков нужд. Мы тогда, друзья, идем вот сюда. Садимся в этот фасттрек. Но это неправильный фасттрек. Нам нужен побольше. И говорим ему съездить целых шесть раз. Он это быстро сделает и отвезет весь силы, с которым у нас остался. Ну, почти весь силы, с на биогаз. Я только не посмотрел, влезет ли он туда весь. Он сюда влезет как миленький. Хорошо. Мы тогда переходим к нашей Вольве и выгружаем ей один поддон, вот этот ДВП. Че он тут один останется, правильно? Правильно. И планки. 47 штук. Надеюсь, что залетят они все. Да, все залетели. Осталось 3 куба на заводе. Прекрасно. Ну и поддоны у нас еще остались. Поддоны сейчас тоже отвезем. Ну и, в общем-то, в марте, наверное, все самое интересное у нас прошло. В марте осталось, друзья, полевые работы вот эти. Добить контракты, доудобрять. И засеять наши поля подсолнечником. Ну и, соответственно, их потом тоже удобрить. Прикатывать подсолнечник вроде не надо. Со всеми производствами мы разобрались. А мы свиней еще не продали, которых я хотел продать. Погнали, продадим. В ту мелочь сейчас держать особого смысла нету. Тем более, в апреле появится еще. И, судя по всему, появится дохрена. Настолько дохрена, что даже и не влезут они все к нам в загон. Даже с учетом переполнения этого самого загона. Во, все, всех продали. У нас на балансе стало 839 тысяч. То есть, в сумме за животных мы получили строительство... А, это я то, что асфальт закрошил. 44 тысячи мы за этих свинюшек получили. В принципе, неплохо. Пойдет. Обслуживание техники. 5 евро у нас было в феврале. Что там починилось на 5 евро? Я вот ума не приложу. Я же ничего не делал. Я даже, наверное, ничего не возил в феврале. Так вот, друзья. Все производства мы сделали. Обслужили. Гаражи обслужили. И работа на полях у нас ясна. Что мне осталось сделать? Это завтра на работе. У меня курс плечик сам все сделает. Поддоны еще сейчас тоже отвезу на склад. Ну и встретимся мы тогда уже в апреле. Там вроде как будет трохи повеселее. По крайней мере, пойдем косить нашу траву. Знаете, обманул я вас, друзья. Не успел я все доделать в марте. Поэтому у нас конец марта. Погнали еще смотреть, что у нас происходит. Остался один контракт на удобрение 78-го поля. Я его засеял таки. Добил это все дело. Ну и разумеется, вкусненький контракт на удобрение. За 173 тысячи нельзя такое упускать. Плюс я начал посев наших полей. 34-е уже засеяно. 35-е в работе. Ну и 39-е еще надо будет. И, друзья, небольшое обновление техники у нас произошло. Наша вот эта вот сажалка с бункером всего лишь на 1440 литров. 12-ти метровая отправляется на продажу. Знаете, мне даже лень трактор сюда везти. Поэтому я ее просто перетащу в магазин. Может быть, конечно, надо было ее помыть перед тем, как продавать. Но ничего, там новые хозяева сами помоют. 60 тысяч мы за нее получаем. И ладно. На что же мы ее заменили, друзья? На 160 тысяч, кстати, она новая стоила. А дали всего 60. Ну ладно, она много отработала, действительно. Я, друзья, вспомнил, что в прошлой ферме, в 19-й, была такая замечательная сейлка Amazon Condor 150001. Она была и с удобрением, и с культивацией 15 метров шириной. В этой версии у нас титан какой-то. Цитан даже, я бы сказал. Который без культивации. Я вот решил, что надо брать сейлку, которая с культивацией. И, в общем-то, скачал модовую, соответственно, Condor. Которая у нас теперь вместе с культиватором. И мы поднимем себе еще эко-счет за счет этого. Плюс, друзья, если мне не изменяет память, то именно к этой карте в 19-й ферме она шла в комплекте модовая. В которую были прописаны не только культуры, которые сейлки сеют. Но и те, которые сажают сажалки. Как бы странно это ни звучало. Поэтому я, в общем-то, тоже этот модик переделал. И вот такая вот универсальная хреновина, которая у нас сеет и сажает все, что есть на карте. И плюс культивирует. И плюс она 15 метров. Соответственно, сейлку, которая у нас синяя на 12 метров, Лемкин. А вот это вот. Мы тоже заменим на такого же Amazon Condor. Единственное, там у нас был трактор Fendt на 326 лошадей. И его, в принципе, хватает. Поэтому трактора я менять не стал. А вот этот трактор на 190 лошадей с ней не справится. Я думаю, что мы это попозже сделаем. Сейчас на самом деле не горит. Вот эти вот два поля, которые у нас остались, я досею ей. Что же я еще задумал, друзья? Я уже говорил, что в целях поставить производство удобрений, семян, компоста, гербицидов. И, в общем-то, давайте мы начнем это все делать. Я уже выбрал даже территорию, на которой мы будем это делать. А именно, друзья, 18-е поле. Здесь у нас есть вот такая вот прекрасная полянка. И здесь у нас есть вот такой вот гараж. Я думаю, что мы купим эту территорию. И наша удобрялка, наверное, поливалка тоже, если гербициды здесь будем делать. И наши сейлки могут смело переехать сюда, освободив место на основной базе кому-нибудь другому. Мне кажется, это вполне себе логичное такое решение. Поэтому давайте, в общем-то, и сделаем. У нас тут раз полянка. И еще вот здесь небольшая полянка. Здесь тоже что-нибудь станет. Я думаю, что мы все вот в одном месте вот так вот пихнем. Связанное с посевом и вот подобной химией. И все будет у нас отлично. И начнем мы, друзья, знаете с чего? Правильно, с покупки территории. Участок недорогой, 58 тысяч стоит с учетом скидки в 20%. Мы его покупаем. Ну и что нам сюда в будущем нужно будет поставить? Во-первых, производство удобрений. Оно у нас небольшое. Так что здесь как-нибудь его всунем. Также, друзья, вот такая вот штука есть. Компостер. Ее здесь тоже надо будет всунуть на эту полянку. Есть, друзья, вот такая вот штука производства гербицидов. Она производит гербициды из табака, калька, воды, электричества, техобслуживания. Но есть еще другая хреновина. Где-то она здесь была. Сейчас дойдем. Есть протравитель семян, который мы тоже сюда вот всунем. И вот на эту полянку, друзья, мы всунем сепаратор. Вот такая вот штука. Она делает гербициды из жижи и или дегистата. У нас, в общем-то, есть и дегистат, и вот эта вот самая жижа. Поэтому я думаю, что лучше воткнуть именно вот эту вот штуку. И, в принципе, у нас на все сразу есть деньги. Может быть, сразу тогда все и сделать? А давайте. Если мы вот так вот сделаем, нам удобно будет заезжать здесь? Я надеюсь, что удобно. Сепаратор раз. Далее. Производство удобрений. Давайте его вот здесь впихнем. Будем оставлять расстояние между нашими производствами, чтобы одно на другое не накладывалось. Места здесь предостаточно на все это дело. 400 тысяч у нас осталось. Компостер. Компостер не очень. Мне вот нравится то, что здесь выгрузка задним ходом будет. Но ладно, я думаю, что я как-нибудь это переживу. Компостер. Вах. 320 тысяч. Остается 80. На производство семян нам не хватает. Сколько протравитель семян? Наверное, его вот так вот надо ставить. 185 тысяч стоит он. Чуть попозже мы его поставим. У нас будут деньги за контракт. Ну, давайте посмотрим тогда, что мы уже поставили. Во-первых, компостер. Делает компост из всего чего угодно. И, в общем-то, будет смысл собирать даже соломом бобовых, наверное, с контрактных полей. Соответственно, мы, наверное, запустим линию из соломы и соломом бобовых. И будем эти две линии, в общем-то, и работать. Навоз, наверное, мы не будем сюда тратить. Может быть, когда-нибудь сечку. Может быть, будет когда-то лишняя трава у нас. Люцерну клевер мы пока не собираем. Далее, производство удобрений. У нас тут есть четыре линии. Первое, производство из навоза и жидкого навоза. Далее, производство идет из навоза и дегистата с таким же выхлопом. И удобрения из компоста тоже можно делать. В общем-то, компост для этого, наверное, и делаем. Ну и, соответственно, при смешении сухих удобрений и воды получаются жидкие удобрения. Я вот пока не знаю, сможем ли мы этим производством обеспечивать полностью удобрения. То есть, всю потребность нашу, которая есть именно для работы на полях. С учетом того, что мы много контрактов делаем на удобрения. И от них никуда не денешься. Но, в общем-то, будем смотреть. В крайнем случае, можно будет просто все удобрения переделывать в жидкие и продавать. Это довольно выгодное занятие. То есть, даже, как минимум, остатки соломы переделывать в компост, который потом переделать в удобрения, разбавлять его с водой. И вот те жидкие удобрения. В общем-то, выгодное занятие. Ну и, друзья, есть еще такая штука, как сепаратор. Сепаратор 1, сепаратор 2. Две смены, получается. Отсюда у нас будет получаться навоз. И здесь перерабатывается или дегистат, или жидкий навоз. Так вот, дегистат будем весь сплавлять тогда сюда. Из этого будет получаться навоз, немножечко гербицидов и источная вода. Наверное, даже имеет смысл и обе линии запускать. А сейчас, друзья, надо провести сюда автодрайв. Для этого поехали возьмем нашего любимого малыша, который у нас топливо возит. Кстати, вот наша сейлка в работе новая. И, кстати говоря, уже за сейф 34 поля этой сейлкой, у нас поднялся здесь эко-счет. То есть, культивация выросла. Наведем порядок здесь еще с удобрениями, и все будет хорошо. Вот они уже почти. Вот тут пару мест есть еще, где были лишние. На этом же поле у нас вроде как все есть лишнее, да? Он не удобряет практически. Где-то хорошо, где-то плохо, но вроде как уже вот следующий урожай должен быть прям идеальным. Так, друг мой, ты же у нас заряжен. У тебя все хорошо. Поехали рисовать автодрайвы, как ты любишь. Такое чувство, что у нас трактор именно для этого и куплен. Он больше рисует автодрайвы, чем заправляет технику. Боже, как далеко сюда ехать, а? Итак, блин, тут площадочка, чтобы сюда потом еще тоже влепить. Просто жалко это место тратить. Друзья, мы сюда потом курятник поставим. Нет, не поставим, он здоровенный. Его вот так вот надо было бы ставить. Вот этот можно поставить на 1200 голов. Может, нам его и хватит, а? Понятное дело, денег сейчас нету. Да, мы поставим сюда курятник. Или вот такой. Потому что заборчики сейчас плохо видно. Ладно, мы еще подумаем. Можно, кстати, еще пчелок будет поставить. И мед продавать. А еще мы собаку не поставили опять в прохождении. Никто мне не сказал об этом. Ай-яй-яй. Ну ладно. Короче, что-нибудь сюда потом поставим. Но потом решим, что. Нас сейчас, конечно же, в первую очередь интересует автодрайв. Давайте прицепчик мы, наверное, оставим где-то вот здесь. И пойдем думать, придумывать, как у нас что будет. У нас здесь есть точка на 18-ое поле. Нас она, наверное, больше не интересует. Поэтому мы ее удаляем. Черт, я парковка топлива точку удалил. Вот это я лох. Ну ладно. Итак, начнем, друзья, с вот этой вот штуки. Это производство удобрений. Что мы сюда вообще можем выгружать? Навоз, жидкий навоз, дегистат, компост, воду и удобрения. Насколько я понимаю, вся... Нет, здесь у нас выгружается навоз. А здесь у нас загружается... А здесь у нас загружаются удобрения. А все выгружается сюда. Одна точка разгрузки и одна точка загрузки. Прекрасно. Мне это прям нравится. И бочка здесь, и все хорошо. Давайте мы вот этот заезд тогда здесь оставим. Я бы на самом деле как-то вокруг заезжал бы. Или вообще с парковок начать. Или сделать объездной путь такой вокруг всего вот этого производственного комплекса, если можно так выразиться. Мне кажется, я мало места для производства семян оставил. Не очень ровно все поставил. И правда, давайте сделаем один такой обходной путь. Где-то, наверное, вот здесь мы его будем делать. Мы потом поставим, когда производство семян. Тогда ландшафтом и займемся, чтобы красиво все было. Сделаем просто по траве. Вот. Такой вот выезд здесь будет. Давайте вот тогда соединием вот тякут. Я вот не знаю, имеет ли смысл делать что-то вот подобное. Наверное, имеет, да? Сделать еще и вот такой заезд. Выезд в обратную сторону. Эти точечки мы делаем все второстепенные. Во. Нормалды. Поехали въезд подключим. А вот эта объездная, кстати, нам, наверное, и не нужна здесь, да? Если надо будет что-нибудь такое, проведем. Все, эту линию все стираем. Давайте у нас вот отсюда будет заезд, разумеется. Вот такой вот. В принципе, места много, заедет любая фура. Угол крутой, но не проблема, все заедут. Во. И, наверное, давайте сделаем довольно пологий поворот вот отсюда. И, может быть, даже вот в эту точку. Вот как-то вот так. Он пойдет красиво. И все. Этот заезд есть. Это прекрасно. На обслуживание техники 2000. Ну, как так-то, а? Далее. Давайте тогда сделаем вот здесь загрузку удобрений. Проедемся вот здесь вот так вот. Я не знаю. Давайте выезды сделаем тогда везде. Вот так вот. Пускай выезжают. Почему нет? Все равно здесь будет этим пользоваться только те, кто удобрения загружать будет. А ты, значит, вот в эту сторону, если тебе вдруг надо, выезжаешь. И давайте, наверное, вот здесь вот точку мы одну поставим. Вот это вот мы вот так вот удалим. И вот так вот соединим. И вот в эту точку более-менее красивый пологий выезд. Вот так вот. Бздынь. И красота. Это есть. Точку, в принципе, можно даже и вот эту назначить. Давайте производство удобрений. Загрузка. Также нам надо сделать вот сюда на выгрузку. Я вот думаю, как удобнее сделать, чтобы они вот отсюда заезжали вот так вот. И сразу же выезжали. Или делали круг, выезжали отсюда и потом обратно на круг. Наверное, вот такую вот линию имеет смысл сделать. Давайте вот так вот как-то выстроимся нормально. Бздынь. Поехали, проедемся. И вот здесь вот так вот это подводим аккуратненько. И готово. Вот эту точку тоже соединяем. Бздынь. И готово. И начало надо подключить. Начало, наверное, вот отсюда пускай будет. Тоже с таким довольно большим углом. Готово. Так, точку надо разместить. И на самом деле, в принципе, давайте вот эту возьмем. Производство удобрений выгрузка он будет называться у нас. В теории должно работать. И с этим мы разобрались. Далее. Это у нас компостер. Вот здесь все не так радужно. Здесь у нас разгрузка задним ходом. Сюда еще и топливо надо, да? Да. Надо топливо. Правда, немного его тратится. Но оно надо. Насколько я понимаю, выгружается оно вот здесь. Здесь прям некрасивый такой угол. Подъем. Мне это не очень нравится. Здесь у нас идет погрузка компоста в кузов. О, мы же вот тут не подключили начало, кстати. Я думаю, вот так вот пойдет. О, красота. Я думаю, может заезд тогда сделать еще один здесь. Блин, парковка. Вот не парковка. Разгрузка задним ходом меня очень сильно смущает. Здесь не то, чтобы прям много места, чтобы ему вытянуться, распрямиться. Ну, в общем, сделаем как сделаем. Потом будем проверять, если что, будем править. Вопрос еще, где триггер выгрузки топлива? Ну, берем, значит, вот этого пацана. Поедем искать триггер выгрузки. Кто у нас завершил работу, кстати? Вот этот товарищ завершил работу. Красота. Тогда ты едешь на поле 39. И с ним тоже развлекаешься. Едь, давай сей. Эй, не досеял этот кусочек, а, засранец. Но уже ладно, впадлу переделывать. Так, друзья, а мы сейчас немножко почитерим. Мы его заполняем дизельным топливом, просто чтобы найти триггер. Ну, вот отсюда вот он ловит его. А если мы вот так вот будем ехать, то нифигашеньки он не ловит. То есть надо ближе подъезжать. Ехать надо вот так. Это не самое удобное, что можно было придумать, если честно. Не, такое себе. Ладно, тогда мы делаем вот что. Мы еще раз заезжаем здесь тогда. Выезжая вот сюда. Так, чел заполнился у нас удобрениями и семенами. Еще денег списалось. Но там довольно большой бункер, его намного хватает. И делаем, соответственно, здесь поворот. Давайте даже сами повернем. Здесь нарисуем. Не будем вот это вот извращением этими заниматься. Вроде как здесь нормально должен быть любой транспорт повернуть. Вот здесь как раз делаем точку. Компост, загрузка. И выводим это все дело вот сюда. Во. Потом соединим. Ну и соответственно вот с этой вот линии тогда сделаем проезд для топлива. Блин, ну это не очень, конечно, удобно вот так вот делать. Он может, кстати, сюда и не заехать в итоге. Блин, там трактор побольше так-то. Давайте немножко пододвинем в эту сторону все. Вот отсюда вот он съезжает и попадает опять на эту вот самую линию. Отличный план же, правда? Давайте вот эту вот точку мы назначим как выгрузка. Блин, если здесь вот разгружаются солома, если оно будет ловить, не надо задним ходом заезжать, то это будет прекрасно. Я бы на самом деле это тоже проверил. Вопрос, откуда он будет его ловить. Проверяем тогда. Будет ли он выгружать его, если он будет проезжать вот так. Нифигашеньки не будет. Надо заезжать обязательно задним ходом. Да. Такая себе история на самом деле. И заезжать довольно глубоко. Не круто. Ну что ж, давайте попробуем сделать тогда красивый задний ход. Вот с этой точки. Попытаться его выпрямить. Как-то вот так вот аккуратненько. Опс. Вот досюда, да? И аккуратно жопкой заехать. У меня, друзья, в планах еще было купить же возилку маленькую. Возможно, она, кстати, здесь лучше будет заезжать. Давайте прямо вот досюда мы здесь точку поставим. Компост выгрузка. Я неправильно что-то написал. Выгрузка. Вот так. Есть вероятность, что более маленький трактор будет с этим получше справляться. Я, в общем-то, этого не исключаю. Так. Стыдно отсюда выезжаешь. И нам надо сделать еще точку на выгрузку топлива. Я это так и не сделал, да? Давайте вот это пускай будет. Компост топлива. В общем-то, мы поймем в будущем. Но такое себе здесь получилось. И, друзья, въезды, конечно же, делаем. Вот отсюда мы сделаем вот такой. Вполне себе он нормальный будет. Ну а здесь тогда мы тоже точку сделаем. Вот этот трактор мешает, зараза. Прямо на точке стоит. Так, вот здесь нам нужна точка тогда будет. Вот это вот мы стираем. Делаем вот так вот. И вот из этой точки мы сюда тоже так вот аккуратненько все ведем. И красота. И это у нас тоже второстепенный маршрут. Все. Здесь у нас тоже готово. Ну и сепаратор у нас еще остается. Что у нас требуется на сепараторе? На сепараторе мы можем выгружать только жидкий навоз и дегистат, а забирать навоз, гербицид и источную воду. Блин, это надо будет делать производство. Это тогда очистку источной воды. В общем-то вот здесь у нас загрузка, вот здесь у нас разгрузка. У меня есть такое подозрение, что мы можем одной точкой вообще здесь все сделать. Близковато я поставил. Если мы будем сюда фуру отправлять, то это в общем-то ничем хорошим может не закончиться. И как бы дегистат возить, это именно большой бочкой надо. Да и источную воду забирать. Вот этот забор здесь явно может мешать. Ну ладно, попробуем. Кто у нас заблокирован? Ага, разблокирован. Все нормально. Мы возвращаемся к нашему автодрайву. Ну и постараемся сейчас сделать здесь максимальную красоту. Давайте вот здесь точку сепаратора сделаем. Мне почему-то кажется, что это будет так работать. Сепаратор. И выезжаем обратно вот сюда. С одной стороны у него будет въезд. Этого в теории должно хватать. Так, и тогда отставляем его в сторону. Ну, теперь надо это все дело проверить. Вот этого опустошаем. И давайте отправим его, чтобы он привез нам один прицеп соломы сюда. С нашего элеватора. По папкам потом распихаем. Я пока... У нас компост... Выгрузка, да. Так, а мы здесь... Мы здесь выезд не подсоединили. Ладно, пускай он пока езд загружается. Ему же выезд прямо сейчас не нужен, правильно? Все, езд загружайся. Один разик тебе всего надо сделать. Есть большая вероятность, что это не будет работать. Задний ход, все дела. У меня с этим всегда проблемы. Так, а мы подсоединяем выезд. Сделаем еще точку тогда. Да, не будем мы делать точку. Мы просто вот эту перетянем сюда. Делаем ее вот сюда. Вот так вот. И отсюда вот сюда вот так вот. И тоже все будет у нас красивенько. Бздынь. И все, выезд есть. Всего-то делов. Во! Красота! В теории должно работать. Тогда этого товарища отставляем в сторонку. Вот этого товарища мы тогда опорожняем. Он у нас пустой. И скажем ему съездить. Давайте с чего мы начнем? Что нам жидкого надо вообще привезти? Сюда нам надо привезти на производство. Нам нужно привезти жидкий навоз и навоз. Есть тогда вези один прицеп жидкого навоза. Забираю его на свинарнике. Свинарник, жидкий навоз. Вот у нас есть точечка. И разгружаю его. Производство, удобрение и выгрузка. Ну и жидкий навоз вези, разумеется. Давай, погнал. Далее. Надо привезти сюда еще прицеп навоза. Хороший вопрос. Есть ли у нас целый прицеп навоза? У нас здесь есть. У нас здесь много. 155 кубов уже лежит. Может это конечно и не очень много. Но ладно. Тогда нам для этого понадобится ман. Открываем ему калитку. И кстати вот эти ворота тоже надо пооткрывать. Чтобы они потом смогли сюда заехать. Оба. Так, ман. Ты у нас едешь и один раз везешь. У свинарника забираешь навоз. Везешь соответственно навоз. Да, в том же самом прицепе, в котором мы возим потом зерно. И едешь на производство удобрений выгрузка. Давай, погнал. Да, уже немножечко темнеть начинает. Ну вот здесь мне кажется все вообще должно работать. Тут как бы все очевидно. А вот с этой разгрузкой задним ходом у меня есть некоторые сомнения. Ну в общем-то этот товарищ приехал, поэтому мы сейчас все и увидим своими глазами. Вообще для большого трактора здесь довольно-таки крутые углы. Ну он здесь нормально поворачивает. Как преграду вот эту штуку не видит. Нормально заезжает, что тоже меня радует. Да, распрямиться ему места здесь нету. Он так никогда в жизни не попадет. Нужна, друзья, маленькая возилка здесь. Прям, прям стопудово нужна маленькая возилка. Еще вот эту точку давайте пододвинем подальше. Я бы сделал еще дополнительно вот здесь вот так вот. Вот это вот убрал бы и одну точку еще поставил бы вот здесь. Потому что он доезжает до предпоследней, прежде чем задом поехать. Давайте попробуем вот так его запустить. Надеюсь, да, места маловато ему для выпрямления. Или какой-нибудь самосвал брать. Так, а ты же прям вообще кругами-кругами поедешь, да? А не есть кругами-кругами, есть вот так вот. Мне здесь какой-нибудь маленький садовый трактор надо брать. Пускай он тут будет до хрена ездить. Но какой-нибудь прицеп типа вот этого. Максимум это вот такой, например. Но 17,5 кубов. Вообще я и думал что-нибудь до 20 вот взять. Я вот между этими двумя рассчитывал. Но тут правда, блин, тоже ось поворотная передняя. Вот этот еще мне тоже нравился вариант. Дальше уже все такое покруче идет. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну что, друг, давай заезжай. Просто прямо сейчас его брать не особо хочется. Да, он дальше начал заезжать, распрямляться до той точки. Но полностью выпрямиться он не смог. Но ему этого должно в теории хватить. Слушайте, какая красота, а? Работает. Выгружается. Очень хороший вопрос, какую точку он сейчас возьмет, чтобы отсюда уехать. Что он будет искать ее вот в этом районе. Может найти вот эту. Не, слушайте, нашел что-то более адекватное. Или нет? Ни разу не более адекватное он нашел. Вопрос, что он? Куда он захотел поехать? Нам надо как-то вот это вот дело посоединять. Вот так, например. Кстати, его ж можно даже и без выгрузки отправить. Просто посмотреть. Он заехал, меня это радует. Все, давай едь на разгрузку. Сейчас будем все смотреть. На самом деле уже жидкий навоз загрузился. И навоз уже загрузился. Но они все едут в другое место. Вроде как они не должны будут друг другу мешать. Блин, ну в теории маленький трактор здесь вообще должен будет справляться. Типа прям вообще без проблем маленький трактор здесь зарулит. Да и этот без проблем заруливает. На самом деле мне нравится, как он вот задом здесь заезжает, распрямляется и все такое. Так, ну и что? Какую точку ты нашел? Вот куда он едет? Вот это не круто. Самое главное, он не показывает, какую точку он находит. На самом деле можно же делать так, чтобы показывал. Так, друг, стой. 15, ай, удобрялка заправилась. А это у нас что за дорога? Куда она ведет? А, на разгрузку туда. Все нормально. Так, мы тебя запустим отсюда, но сначала в настройках все-таки посмотрим. Показать дальнейшее направление. Вот эту функцию включим. И что оно не показывает? Показывает. Все нормально. Только опять он нашел какую-то супер дальнюю точку. Что-то меня это начинает бесить. Давай, вот отсюда. 4,49 ему ехать. Ну вот, а, все правильно, на элеватор едет. Вот, стрелочка есть, показывает дальнейшее направление. Сейчас мы, в общем-то, и увидим, куда он пытается ехать. И, может быть, мы каким-нибудь чудообразом поможем ему выбрать правильное направление. Где-нибудь какую-нибудь точечку соединим правильную, и все будет нормально. А между тем у нас приехала наша бочка. Ну, у нее все точно будет нормально. Вот, он сразу нашел какие-то другие точки, которые прям далеко. Оп, разгрузился. Что он наш находит? Он начинает ехать назад. Хорошо. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Вот этот выезд мы оставим на всякий случай. Сделаем еще один. Так, ман приехал. Этот товарищ разгрузился, у него все хорошо. Стой, друг. Съезди, привези нам еще дизеля, пожалуйста. Компост топлива. Загружаться на НПЗ. Загрузка топлива. И везти топливо. И один раз. Давай. Так, ты мешаешь, но ничего страшного. Блин, давайте даже просто так вот и нарисуем. Смотрите. Сделаем, короче, вот таких вот точек. Вот здесь вот выезд. И сделаем из этой точки сюда, из этой точки сюда, и из этой точки вот сюда. Но, правда, это в теории может работать только для него, а для трактора поменьше. А оно не сработает. Есть такая перспектива, надо будет смотреть. На самом деле, если это будет работать, то не вижу смысла загружать сюда трактор поменьше. Так, ман у нас разгружается. Все тут прекрасно. А что нам еще надо маном возить? Мы сюда привезли удобрения навоза и жидкого навоза. Надо было линию включить, чтобы сюда пришло электричество. А из навода из дегистата мы не будем здесь делать, наверное. Хотя посмотрим. Может и имеет смысл. Дегистат это до хрена. Дегистата больше, чем жидкого навоза. Но, правда, и жидкого навоза больше, чем навоза. С другой стороны, густой навоз этот в сепараторе у нас будет появляться. Такс, мы на это вот парнишу-то забыли. Смотрим. В первую очередь сейчас разберемся. Оп. И он словил и выйдет сейчас сюда, да? Да. Я думаю, такой вариант нас вполне себе устроит. Поэтому пускай он съездит еще за соломой разочек. Проверим, чтобы это еще и выгружалось. Такс, это мы запустили. Здесь, давайте компост из соломы мы линию запустим. И топливо надо привезти. Ну, в общем, за топливо он сейчас поехал. Что нам сюда надо привезти? На сепаратор. Нам надо просто запустить линию и навести сюда до хрена дегистата. Для этого, в общем-то, запустим бочку потом кататься. Этого парня пока оставляем тут. Нам еще надо будет, когда вот этот товарищ у нас закончит работать. Закончит он уже скоро. Получим деньги и поставим протравитель семян еще. Тогда и сразу все сделаем. Давайте только, друзья, мы время уменьшим, чтобы не так быстро темнело. А, он уже движется на место парковки. А ну и пускай едет на место парковки, на самом деле. Потом разберемся, сколько соломы надо сюда привезти. Сейчас ее не так много у нас будет, на самом деле. Но вот когда мы собираем урожай летнее, вот там-то мы и разгуляемся. А здесь мы кого ждем? Ман. Ман может ехать тоже домой. И бочка нас интересует. Блин, производство-то не дешевое. 7200 в месяц. А за 7200 мы можем производить 24 куба удобрения. В принципе, выгодно. За 4800 мы будем переделывать их в жидкие в два раза больше. Просто если мы посмотрим на цены, то удобрение у нас стоит по... В лучшее время по 800, а жидкое удобрение еще дороже. А мы добавляем воды и получаем в два раза больше. Это выгодный бизнес. Можно, по сути дела, даже закупить удобрение на рынке. Дорого, по 1400. Разбодяжить их водой и все будет классно. Компостер, кстати, соломы. Этих 50 кубов хватает на один день. То есть работает он довольно медленно. В общем-то, всю солому будем сюда скидывать. Может и траву тогда излишки. Вообще, все потребности мы можем смотреть здесь. Правда, надо линии запустить. Но мы по солойам поймем, здесь все одинаковое. Солома в месяц требуется 48 кубов. В год 576. Я думаю, что мы можем даже и травы столько закидывать. То есть нарулим мы столько травы лишней. Сейчас мы поле наше 45 в порядок приведем со временем. И там будет, ого-го, какой урожай. Так, топливо приехало. Ну давай, друг, пробуй здесь заехать. Заезжает. Нормально. Мне не очень нравится этот выступ, конечно, здесь. Здесь, наверное, тоже под задний ход немножечко рассчитано все это дело. Прибыл на парковку фуражник. И куда ты поехал, друг мой? Ну-ка, расскажи мне, куда это ты поехал? Вот эти что за новости такие? А ну-ка, еще раз смотрим со всем планом действий. Ман тоже приехал. Ну давай, поведай нам. Куда ты там намылился? Ну здесь пока что вроде как все нормально. Здесь он проезжает и здесь он точку теряет. Как будто планов дальнейших у него нет. Куда он тут едет? Без понятия. Так, а он вообще до триггера-то доезжает, вот этот компост топлива. Давайте мы эту точку перенесем в другое место. Например, вот сюда. Давайте сделаем вот так вот. Вот это вот отсоединим. И вот это вот отсоединим. И просто вот эти точки местами поменяем, просто чтобы не создавать миллион новых. И здесь тоже вот так вот соединяем. План капкан. Ну давай, я попробую еще раз разгрузиться. Вот ты куда ты? Да, он с таких вот микромаршрутах. Это что-то как-то плохо у него получается. Но он вроде триггер даже видел. То есть он открывал крышки, но не доезжал, да? И он разгрузился. Нет, он не разгрузился. Вот, сейчас он подъехал, все нормально. Сейчас он разгружается. Видимо, да, точка была далековато, точнее близковато. В принципе, и под фуру должно работать. Правда, фура может не заехать сюда. Ну хорошо, это у нас работает. Стой тогда, друг, здесь. А компост из соломы у нас пошел делаться. Прекрасно. Так, на данный момент у нас сепаратор говорит, что заряда нету. И давайте мы еще тогда запустим на сепаратор привести дигистата. Можно даже два раза. 25 кубов на первое время. У нас биогаз северный дигистат. Дигистат, да? Или дигестат. Правильно же диге, да? Да, диге правильно. Немножко с ошибочкой написано здесь. Кстати, можно легко исправить. Но ничего страшного, бывает. Бздынь и готово. Теперь все правильно у нас. Она просто на точку сепаратор. И ты-ти-ти-ти-ти-ти. Дигистат ты везешь. Два раза. Давай, погнал. Вези. Через 10 минут мы его только увидим здесь. Да, потребление топлива мы сейчас наверное не увидим, потому что оно суммируется со всех заводов. Ну ничего, будем добавлять, здесь его прям реально немного ест. О, уже есть 20 кубов компоста, 20 литров компоста. С одной линией у нас 288 кубов компоста в год будет получаться, не сильно много на самом деле. С другой стороны, если делать столько в год удобрений, то почему бы и нет? Почему соломы требуются в 2 раза больше, чем компоста получается? А, ну правильно, мы соломы закидываем 2000, травы кстати 1500, еще меньше надо будет. Там кубов 350, это прекрасно. Солом бобовых тоже будем собирать с чужих полей, ее там немного сыпет, легко будем собирать. Вот, 1000 компоста будем получать. А потом из этой 1000 компоста будем получать 1000 удобрений. 288 тысяч удобрений в год, по-моему, очень даже хорошая цифра. Скорее всего, тогда будем их продавать, опять-таки бодяжить водой и продавать. А еще если мы запустим 2 линии, удобрения из навоза и удобрения из компоста, то можно будет запустить тогда и жидкие удобрения. То есть у нас половина будет оставаться сухих, а половина будет перерабатываться в жидкие. Мне нравится этот план, но для начала нам надо все запустить и чтобы все это немножко поработало. Этот товарищ только доехал за дегестатом. У нас же дегестата уже скопилась, наверное, то его хуча на нашем БГА. О, больше миллиона литров. Прекрасно. Так, по поводу сточной воды. Насколько большой там бак? 500 кубов. Не сильно много, он быстро забьется. 192 куба. Полтора месяца. Два с половиной месяца и он забьется. Надо будет в крайнем случае в июне ставить водочистную станцию. Водочистная станция стоит 600 тысяч. Она у нас здоровая. Около южного БГА ставится. Вот этот участок 62, который мы рассматривали в качестве базы первоначально. Сюда, кстати, тоже дегестат, по-моему, можно возить, да? Да, будет выдавать чистую воду и компост. Может тогда коллектор источной воды поставим? С другой стороны, она нам не сильно надо. То есть мы будем ее очищать, получать чистую воду. Если она нам не вся будет нужна, у нас могут восстановиться все производства полностью. А в случае, если нам воды не будет хватать, то у нас есть водонапорная вышка. Или что там, гидрант мы ставили. Так что тут надо будет подумать на этот счет. Источная вода же у нас не продается. С другой стороны, если мы поставим вот здесь распределение, то за какие-то деньги она будет продаваться. Правильно? То есть просто даже, чтобы просто от нее избавиться, уже хорошо. Мне кажется, это будет работать. Между тем, контракт уже на 78 поле 94%. Сейчас он закончит. Ему там совсем чуть-чуть осталось. Блин, лесорубам опять топливо надо. Силостная добавка тоже скоро понадобится. Я так понимаю, контрактов в апреле тоже не сильно много будет. Ладно, посмотрим, что к чему. На самом деле, если говорить про вопрос в деньгах, то у нас уже есть, что продать. Вот тут 500 тысяч как минимум лежит у нас ДВП, ДСП. Сейчас просто не самая прекрасная цена, поэтому сейчас, наверное, продавать смысла нет. Хотя и то небольшая разница. Я к тому, что в крайнем случае денег мы нарулить можем. Да, нормально, он здесь заруливает, прям отлично. Для маленького трактора все путем. Как фура будет заезжать, я без понятия. Все, контракт выполнен. Здесь разгрузка пошла, прям все сразу, отлично. Контракт мы принимаем. Вздынь. Он там пускай доезжает, он все равно сейчас перестанет сыпать удобрения. Потом приедет, припаркуется. У него все будет хорошо. У нас, друзья, на балансе 216 тысяч уже. А это что значит? Это значит, что производство семян мы тоже прямо сейчас поставим. Вот оно. Да, оно тоже небольшое. И не хватает денег. 185 тысяч стоит. В смысле не хватает. Ты что? Вот давайте его вот сюда вот, наверное, вот так поставим. И оно отлично будет здесь стоять. Вот этого товарища мы берем. Итак, что у нас, кстати, по производству семян? У нас тут есть 4 линии. Есть 2 дешевых линии и 2 дорогих. Вот это вот что за значение? А, это бустер. Газонная трава, да? Да, газонная трава. Это нам неинтересно. Значит, смотрите. Мы можем запустить линию пшеница, ячмень или овес. Мы можем запустить линию полба, рожь, третикалия или третикалия. И есть более дорогие линии. Кукуруза, сорга, хмель и фасоль, горох, нут. Я думаю, в этом месяце, в этом году, имеет смысл все урожаи, то, что мы вот эти зерна будем собирать, зерно, не продавать, а переделывать в семена. Наверное, так мы и сделаем. А плюс у нас здесь выгрузка удобрений получается будет. И если мы посмотрим, у нас здесь один простой триггер выгрузки и один простой триггер загрузки. Здесь, в общем-то, все быстро мы сейчас подведем, подключим и все будет работать. Единственное, электричество он тоже требует, поэтому давайте мы тоже линию включим, чтобы электричество у нас это запросилось и поступило сюда. Да, и прицеп пшеницы, наверное, можно сюда смело отвезти или ищу меня, или и того и другого. 30 тысяч у нас осталось на терраформинг. Как-то не сильно много. Так, ну что, давайте вот отсюда тогда и нарисуем. Опять-таки, сделаем красоту. Ну вот так вот, соединяем. Оп, оп, готово. Далее, вот отсюда, наверное, мы точечку нарисуем. В общем, сразу с таким поворотом направо. Видите, вот так вот тоже соединим на старте. И направо здесь вот так вот выводим. И через вот этот вот триггер проезжаем. Блин, надо было сначала другое делать. На разгрузке хватит здесь, не хватит. Значит, друзья, у меня внезапно тут место закончилось на жестком диске. Значит, что мы сделали? Автодрафия до конца здесь провел. Посмотрели, все работает. Поле здесь снесли. Нарисовали вот такие вот дорожки и траву. Сейчас денег на траву, которую высаживать здесь просто нету. Поэтому высадим ее чуть попозже. По крайней мере, это все дело размечено. Завершил работу. Молодец. А почему ты не поехал парковаться? У тебя же стоит припарковаться. Не стоит у него припарковаться по завершению. Ну и ладно. Блин, мне не нравится то, что он здесь вот так вот оставляет. Целый такой кусок, кусманище. На всех полях, я так понимаю, такая история нас ждет. Вот, ладно, сейчас я его словил. Сейчас я тут это досею. Вот, есть паркуйся, если, конечно, сможешь. Так вот, друзья. Сепаратор мы запустили. Он работает. Но расход здесь довольно большой. Поэтому за кадром, друзья, отправлю перевести дегистат наш. Наверное, всю эту бочку заполню. Я не знаю, сколько он по времени будет кататься и заполнять. Но пускай катается, пускай перерабатывается. Запускать его работать в две смены смысла никакого нет. Также, друзья, линия компоста. Наверное, закину я сюда еще один прицеп соломы. На какое-то время хватит, потом будем смотреть. Соломы просто не бесконечное множество. Да и, кстати, и соломы бобовых тоже закину. А потом, что еще? Производство удобрений мы тоже запустили. Они работают. Наверное, весь навоз сюда тоже сгружу. И жидкий навоз тоже перевезу. И все будет нормально. Потом, как поднакопятся здесь удобрений, немножечко вывезу на протравитель семян. Удобрений здесь требуется не сильно много. В общем-то, с этим тоже разберемся. Ну и плюс еще остальное все у нас больше дня терпит. Поэтому ничего делать такого другого больше не буду. Встретимся, друзья, мы уже в следующей серии с вами в апреле. Там у нас покос травы. Ну и, в общем-то, тоже что-нибудь будет. Я с утра как раз начну. Наверное, может, какие-нибудь контрактики поделаю. Но все, что связано с нашими полями, ничего делать не буду. Ну, косилку запущу, там тоже очень много. Очень долго ей работать. А там уже будем разбираться, будем смотреть по обстоятельствам. На этом у меня все. Вот такой вот у нас март. Аж 4 новых производства. Чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал. Если не хотите ее ждать, то на бусте она уже есть. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok